14 февраля как вы наверняка в курсе день святого валентина или же в простонародье день всех влюбленных с чем вас собственно и поздравляем в этот день обычно принято проводить время со своей второй половинкой и каждый делает это по-своему кто-то ходит в ресторан кто-то готовит романтический ужин при свечах кто-то просто делает подарки или ходит в кино но современные продвинутые пары как мы считаем стараются всячески поддерживать в интересах друг друга и компьютерные игры одни из таких интересов ведь разве не замечательно усесться вдвоем за одним компьютером взять в руки джойстики и начать совместно проходить ту или иную игру по опыту знаем что такие моменты потрясающе но частенько возникает вопрос а во что собственно играть данным роликом мы попробуем на него ответить предлагаю вашему вниманию пять игр созданные для того чтобы проходить их вдвоем до подобных роликов на просторе нашего ютуба слишком много и потому мы постараемся не быть банальными и выберем те игры которые либо не особо популярные либо попросту свежие и что важно в подборке будут те проекты что они слишком сложны для новичков в общем хватит лишних слов вы на канале нян games у микрофона хаку и это пять игр наиболее подходящие для совместного времяпровождения двух половинок внимайте начнем мы нашу подборку с небольшого путешествия на марс длительностью в тридцать девять дней certain days to mars кооперативная на двоих головоломка в сеттинге стимпанка по сюжету два английских джентльмена от скуки решают отправиться на марс зачем да просто потому что не это важно важно лишь то на чем они будут туда добираться нет не на ракетах илона маска а на самом стремном космическом корабле с длинным названием ужасающим корабле и и величество цель игры как видно из названия выжить 39 дней до прилета на красную планету вот только это нелегко у вашего корабля постоянно что-то ломается отваливается да и на пути вечно что-то попадается да и без обязательного чай с булочкой никуда пусть все сгорит хоть дотла но чай для сэра это святое каждая поломка это случайно сгенерированная головоломка пройти которую можно только вдвоем в этом и основное достоинство 39 days to mars каким бы крутым геймером ты не был без второго напарника тут никуда а какой напарник может быть вернее чем близкий человек рядом 39 дней до марса довольно специфичная в хорошем смысле игра для двоих с приятным карикатурным визуалом приятными головоломками забавным юмором и довольно удобным управлением любителям чая с булочкой или атмосферы какого-нибудь жуля верна игра строго рекомендуется само собой если есть кому дать второй джойстик мы не перестаем нахваливать или просто упоминать серию over cooked оно и не удивительно данный кооперативный симулятор безумных поварят до сих пор одна из лучших кооперативных игр вообще и неудивительно ведь в данной серии идеально сочетается совместная работа и четкое распределение обязанностей с трэшем угаром и садомии серия over cooked состоящая на данный момент из двух частей аркадный кооперативный симулятор поварят где необходимо на разнообразных кухнях локациях в точности и на время выполнять различные заказы посетителей и дабы жизнь малиной не казалось каждая такая кухня это безумные арены с всевозможными условиями где и ловушки и перемещающиеся столы и запертые комнаты для каждого игрока и мешающие прохожие и все в том же духе да возможно многим девушкам будет трудновато привыкнуть к управлению на джойстике но если перебороть этап усвоения управления то over cooked любая из частей определенно станет идеальным развлечением как с подружками так и со своим любимым человеком на одном игровом устройстве сперва хотелось добавить подборочку игры серии трайн или рэймон но потом решили что это слишком очевидные варианты да и не самые актуальные ведь есть из свежего игра который чем-то напоминает эти две легендарные серии и имя ей anruly heroes кооперативный на четырех человек экшен-платформер в сеттинге китайской мифологии по сюжету вкратце в мир людей прорвалось древнейшее зло и лишь четырем героям мастерам боевых искусств придется дать ему отпор каждый такой герой это уникальный стиль передвижения или боя с помощью которых можно не только раздавать люли противником но и решать всякого рода головоломки anruly heroes способна увлечь не только динамичными сражениями или приятными головоломками но и завораживающим визуалом и звуковым оформлением да история вас вряд ли разочарует опять же некоторых девчат может оттолкнуть управление которое может быть для них непривычным особенно в условиях динамичного геймплея но если играть со своей второй половинкой то захватывающий опыт вам гарантирован к тому же если надоест проходить кооперативную сюжетную кампанию всегда можно отправиться в доступный режим сражения где все игроки сражаются друг против друга на небольших картах арена в общем рекомендуем нельзя не включить в подборку игр для двоих ультимативную успешную never alone never alone атмосферный платформер в сеттинге мифологии инупиатов жителей полярных районов аляски центре сюжета девочка охотница ее верный помощник писец игра из этих персонажей каждый со своими так скажем способностями придется узнать почему на родную деревню девочки обрушилась аномальная непогода а также дать отпор таинственному злодею спалившему дотла ту самую деревню если уж говорить о распределении ролей то девочка способна кидать болу тем самым разрушая некоторые препятствия на своем пути писец же способен отскакивать от стен а также управлять различными духами помощниками а вообще never alone один из немногих представителей кооперативных игр которые актуальны не только на день всех влюбленных но и в любое другое время never alone это атмосферное приключение для двоих который подарит несколько часов ламповых истории с простым но не скучным геймплеем к тому же подпитка знаний про мифологию далеких культур также будет обеспечена если же вам интереснее неторопливо и совместно решать головоломки нежели бить морды неприятелям то рекомендуем к ознакомлению шифлинз шифлинз кооперативно на двоих двухмерная головоломка где мы управляем за соединенных друг с другом инопланетянами скафандрах так уж сложилось что один из них идиот который выпил ультра газированную газировку из-за чего один из скафандр вздулся и вот именно из-за этого и придется проходить уровни лабиринты чередуя надутый скафандр от одного игрока к другому главное чтобы связь игроков не была разорвана каждый уровень это комплекс из платформ ловушек и возможных путей задача игроков добраться до генератора портала дабы затем вернуться к этому порталу обратно легко ли это сделать не особо благо спасает командная работа и своевременная перекачка воздуха скафандра от одного игрока к другому ведь надутый игрок будет обладать большим весом что дает возможность поднять напарника в то время как худой игрок будет прыгать выше а также отскакивать от своего раздутого партнера шифлинз довольно забавная игра на двоих которые способны подарить пару вечеров с крайне занимательными и непростыми головоломками где залог успеха командная работа совместное мышление и доверие друг другу и именно в шифлинз прослеживается мысль которую должны помнить все пары а именно не рвите связь друг с другом и это ой как важно в отношениях и на этом пока оперативным играм для двоих все надеемся вам понравился этот ролик и мы продолжим и дальше делать такие подборочки благо достойных игр довольно таки много а может и не будем ничего делать все зависит только от вас наш любимый зритель так что не забывайте подписываться на наш канал клацать на колокольчик а также отписывать в комментариях вашу оценку ролику а также пожелания на будущие такие ролики если конечно они вам интересны спасибо всем за просмотр с вами были канал нянгеймс ромич бриарис и хаку услышимся в новых видео а пока не забывайте про свои вторые половинки в следующем видео